Здравствуйте дорогие друзья! С Вами снова Исраиль Горелик. Я из Курсоводов Министерства Просвещения. В Израиле 28 лет. Приехал из Бобруйска. Живу Гофри. Продолжаем наши прогулки по Юрусалиму, по малоизвестному Юрусалиму. За моей спиной мы видим руины до фундамента некоего восьмиугольного здания. Мы видим остатки колонн. С другой стороны видим сохранившуюся мостовую. Где мы и что это? Мы видим еще алибы, которым пару сотен лет. Где мы? Во-первых, сразу можно увидеть, вот чуть правее от меня, абсис. Ты сюда говори, а то не слышу будет тебя. Сюда, только сюда говори. Мы видим вот чуть правее от меня абсис. Такая полукруглая выемка, ниша, точно направление на восток. Кто молится на восток обычно? Христиане. Какие? Мы видим остатки колонн. Скорее всего идет речь о бастатских византийской церкви. Мы можем здесь произнести благословение. Благословен господь царь мира, господин вселенной, истребивший имплопоклонство в нашей земле. Имеется ввиду скорее всего здание в основе восьмиугольник, стоящее на стенах, которые поддерживают купол. Типичный римский образец архитектуры. Внутри купола была скорее всего колоннада. Точный пример можно привести с храмовой горой. Кубас эссахра. То есть купол над скалой. Тоже точное римское строение. Огромный купол внутри колоннада. Так было видимо и здесь. Вот. Но ведь и там идет разговор о святыне мутурманской. Здесь скорее всего была святыне христианская. Как я это знаю. Апсис. Строгое направление на восток. То есть идет разговор о ведантийском христианстве. Другой вопрос. Кто разрушил эту церковь ведантийскую? В 1614 году новой эры в земле Израиля вспыхнуло восстание против ведантийцев, поддержанное перстинской армией царя Хасрова II. Хасров решил владеть Палестиной и призвал на помощь палестинских евреев, обещая им ни много ни мало восстановление храма. И в порыве ярости и ненависти к христианам евреи сносили напрочь все церкви и монастыри. Возможно идет разговор об этом восстании. О том, как евреи сносили, как я уже говорил, христианские церкви и монастыри. Скорее всего это было селение христианское. Почему я вижу вот, пожалуйста, с этой стороны. Остатки неплохо сохранившиеся мостовой. Она заросла травой. Но мы видим конкретную мостовую. И она смотрит, кстати говоря, интересно строго с юга на север. Улица Кардо всегда в римских городах или венантинских. Была улица Кардо. Кардо переводится с греческого ось, с латинского сердца. Но всегда эта улица смотрит с юга на север, либо с север на юг. Передая, пожалуйста, остатки этой улицы Кардо. Но, с одной стороны, стояла церковь. Церковь, я вам сказал, восьмиугольник. Играть. То есть точно конкретная, если можно сказать, проекция строения на храмовой горе. Кубас Эссах. Что еще там происходит в венантинском риме на наших дней? Мы видим в хабе, к примеру, древнейшую оливу. Посмотрите, пожалуйста. Есть красивая еврейская легенда про дерево олива. Когда Господь стал творить мир, Он дал деревьям земли Израиля одно шестидесятую от дара пророчества. И благодаря этой одно шестидесятой они увидели, что в будущем, в будущем, еще не построенный храм в Йерусалиме будет разрушен. Конечно, заранее отмечать траур по будущему разрушению храма. Как? Храм был разрушен 9 авгу. Это время года лета. За летом приходит осень. И решили деревья земли Израиля заранее отмечать траур по разрушению храма. Как? Осенью сбрасывать листву. Пришла осень. Все сбросили Литву, корове Оливы. Олива осталась с листвой. И решили Оливе устроить бойкот. Олива обиделась и подала апелляцию прямо по назначению. И выиграла процесс. Как? Обратите внимание, что осенью, особенно зимой, ствол Оливы покрывается вот такими вот стуклами. Сейчас они маленькие, потому что уже пришло лето, в общем-то. Но осенью, зимой они раскрываются. И так поняли, что вот так по-своему Олив отмечает свой траур по будущему разрушению Дерусалимского храма.